14 мая в Казани состоится грандиозная благотворительная школьная ярмарка, которая объединит учащихся сразу нескольких учреждений города. Все вырученные средства будут направлены в помощь хоспису имени Анжелы Вавиловой, детским домам Казани, многодетным и малоимущим семьям, а также болеющим детям. Торжественное открытие мемориальной доски на доме, в котором жил Флорид Акзамов, первый декан факультета журналистики Казанского университета должно состояться 19 мая, в день печати Республики Татарстан. Сейчас на установку мемориальной доски Акзамову собраны средства в размере 30 537 рублей и 180 000 рублей. 15 мая в Казани частично ограничат движение транспорта. Дороги закроют на время подготовки и проведения в городе всероссийских соревнований «Казанский марафон-2016. Проверь себя» приуроченных Международному дню памяти умерших от СПИДа. На Казань-арене пройдет коллективный намаз, около 10 000 человек примут участие в 4-м республиканском ифтаре. Мероприятие пройдет на территории стадиона Казань-арена 10 июня. Аналогов такому ифтару по масштабности нет больше ни в одном регионе России. В Татарстане пройдет день посадки леса. Акция успешно проходила на территории Республики уже 10 раз. За это время количество ее участников превысило более 1 миллиона человек. Идею с удовольствием подхватили студенты и школьники, сотрудники предприятий и организаций, министерств и ведомств и ветераны. 12 мая в КФУ состоялось награждение организаторов студенческого марша Победы. Награждали директоров институтов, деканов факультетов за помощь в проведении этого масштабного мероприятия. Также отметили и труд медиа-центра КФУ. Напомним, что 30 апреля наш телеканал вел прямую трансляцию студенческого марша Победы. В КФУ состоялось совещание, посвященное подготовке к 28-й международной олимпиаде по информатике среди школьников. Археологи КФУ законсервируют фрагменты фресок, найденные при раскопках Богородицкого собора, построенного на месте обретения чудотворной казанской иконы Божьей Матери.